Представляю вашему вниманию бойца в синем углу клетки, ему 21 год, рост 171 см, вес 61,5 кг, его профессиональный рекорд, 2 победы, ни одного поражения, его стиль ММА из города Пишкек, Кыргызстан, Жамарт Замирбет. А вот его соперник в красном углу клетки, ему 20 лет, рост 172 см, вес 61,5 кг, его профессиональный рекорд, 1 победа, 1 поражение, его стиль ММА, представляющий город Грозды, Чеченская Республика, Турхпау Али! Турхпау Али, Баргишев, Жамарт Замирбек, легчайший вес, бой под номером 11 нашего бойцовского марафона. Уже близок, кстати, этот турник своим экватором. Да, скажем еще раз, для тех, кто только, может быть, присоединился к трансляции, 24 боя сегодня в карте, поэтому еще много чего интересного впереди. Хотя изначально планировалось 26, два буквально накануне слетели на противостояние. Ну и стоит вспомнить, что в конце прошлого года два последних турнира было по 28-29 боев. Ну и вот здесь тоже сейчас Замирбек переводит своего соперника. Причем даже как-то буднично у него это получилось. Да. И пытается он обойти. Короткий удар локтем, неприятный достаточно. Да, но уже амплитудные удары кулаком в голову не прошли. Защищался Баргишев. Пока что свеж, поэтому, конечно, так легко переигрывать себя не будет позволять Баргишев. Боковой пропустил. О, здесь здорово. Еще добавляет Замирбек. Опытка рычага, но сбрасывает соперника. И сейчас сам попытается взять на удушающий прием Замирбек. Это Баргишев. Ну тоже понимает, чем это ему грозит. Заблокировал руки. Сейчас мы видим, пытается отступить поближе к сетке. Возможно, упереться в нее, подняться. Да, это и происходит. Здесь захват есть, но... Попытка гильотины в стойке. Плотно, да. Просовывает руку и мешает. Конечно, здесь будет тяжело. Хорошее колено в корпус. Пусть еще одна добавляет Замирбек. Может была крутаться в голову, но уже все. Теперь уже нет. Потому что там на 3-4 точки. И все. И он встает в стойку. Крупал Али. Теперь уже сам соперника развернул. Пытается в силовой борьбе работать в клинче. И поединок возобновляется в стойке. Виндоров смотрит сейчас Замирбек. Хорошая двойка от Баргишева зашла. Четко между рук пробег. И миддл кик. И сразу боковой. В исполнении Топал Али. И через одиночный справа. Пытался же Амарт также сократить дистанцию. В итоге немного столкнул его вниз Баргишев. Но в борьбе закрепиться не получилось. Ну и здесь ничего не придумали. Парни в работе в клинче в стойке. И обратно возвращаются просто ближе к центру. Клетки ориентируясь на этот круг. Присутствует на каждом покрытии. Обязательно по нему бойцы тоже понимают габариты клетки. И хорошее попадание в корпус. Копытка с разворота зацепит. Но чуть ниже пришелся этот удар от Баргишева. Но при этом позволил он где-то и позицию выиграть. Сейчас прижимает к сетке Замербека Трупал Али. Ну и все. И он вроде бы как бы прижал и таким образом оба заблокировались без каких-то активных действий. Чуть больше 20 секунд остается до завершения первого раунда. В догонку хорошо. Ну посмотрите. Глаза вообще не помутнели все. И сразу неясно у Замербека. Он тут же ответил ударом в туловище. И еще справа здорово заряжает. На этом рамот заканчивается. Вот на этот хайкик ответил двумя классными ударами. Да. Ну и Жамарт еще молодец. Это значит, что он постоянно держит правую руку у челюсти. Прямо ее вот не роняет вниз. И естественно это позволяет ему тоже хайкик хоть и пропускать, но без большого риска. На повторах мы с вами видели несколько очень хороших ударов проходило и с одной и с другой стороны. Ну и в целом скажу, что Жамарт довольно крепко держит удары. Пропускал же чистые попадания, но как действительно глаза не мутнели, был абсолютно в рабочем состоянии, как говорится. Второй раунд уже стартовал. Хорошее попадание от Баргишу с дальней руки. Аперкот мимо цели и тут же отвечает снова Баргишу двойкой. Поддавливает Замербек. Подловил и тут же переводит. Кстати, очень хорошая позиция. Боковой контроль забирается Жамарт. Замербек. Ну и как классно. Да, легко и легко сбросил его с себя. Легко и классно сбросил себя. Труповали Баргишу с соперником. Тут же опять через два удара попытка перевести доход в корпус. Теперь же в одну ногу. А, перчатка. Прям палец выбрался, да. Выкрынули обратно. Хороший удар. Пробил. Чувствительный очень удар. Очень сильный, да. И уже в который раз на этом турнире мы это наблюдаем. К сожалению, очень неприятное. Да, видно очень болезненное попадание, конечно. Пытается как-то совладать с болью. Ну, Туполали. Вот смотрим здесь момент. Такой стартовый порыв этот боли прошел. Вроде потихоньку начинает приходить в себя. Но он, судя по всему, сможет продолжить этот поединок. Туполали Баргишев. Ну, и зал призывает. Подолеть, поддержать. Да, ему как раз нужны эти эмоции. Нужно дополнительно так подзарядиться. Ну и все, да. В общем-то, я понимаю, что болевые ощущения, скорее всего, еще сохранились. Но решил не давать сопернику тоже долго отдыхать. Не брать совсем уж лунную паузу. Да, да. И публика подключается. Нужно поболеть, конечно, за парней. Ой, здорово, как попадает сейчас Баргишев. Там вообще перестрелка на средней дистанции шла. Вы посмотрите, как действительно Жоамар классно держит удар. Ну, я скажу, что… Ну, я скажу, что… Да, видно, что… Надеюсь, что у него один из любимых ударов – это бэкфист. Они нехорошо у него часто проходят. Ну, и раз в раз тоже застреливать с правой неплохо за Мирбек. Попытка перевести. Возможность немного, скажем так, передохнуть, а в кавычках в борьбе от размена. Ну, и не получается пока улучшить позицию у Турпулали. Питается забросить ногу. Но плечо соперника – ну, тяжеловато. За Мирбеку. Ну, не себе большого такого ущерба не позволяет. Ну, и посмотрите, как здорово скрутился и выигрывает позицию. Опять попытка удушающего приема. Есть захват, но насколько он плотный… Заход сбоку. Чем закончится? Тем, что поднимается Баргишев в стойку. Хорошее колено от Баргишев разворачивает. Еще одно хорошее колено от Замира. И продолжается поединок. Снова в стойке, в ударке. Прямо залетал с этим ударом Баргишев. Гораздо такой больше вязкой борьбы мы видим. Да, да, да. Тоже хотел сказать, что много борьбы в клинче стало. Чем такой часто безрезультатной борьбы в клинче. Снова размен ударами коленей в бедро, в корпус. И заканчивается у нас тоже раунд потихонечку. Все, куда ты сразу готовы выскакивать. И в концовке хороший перевод. Но времени уже, да, на что-то более активное не хватило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 снова джебами в целом у них в стойке же все хорошо получается иногда довольно удивительно смотреть как парни просто решают прижаться в кличе и там по сути говоря ничего не показывает вот здесь снова попытка перейти слишком высокая проход высокий до захвата и в одну ногу вынужден брать соперника замербек там неудачно и теперь опять клинч то о чем только что роман нам говорил как правило когда борцы одного ударника одного уровня встречаются друг другом они идут к борьбу ровно так же как и когда борцы одного уровня встречаются начинают драться стойка хорошая разворот его цели и справа сбору замербек под две ноги и тут же по фото гильотина очень хороший плотный заплат ноги заправлены и заставляет сдаться вот так вот вот так абсолютно неожиданно для замарта замербека вот видите его эмоции вот так отлично подхватил и сразу реализовал момент классная победа очень классная победа от упалали баргишева равном крайне близком противостояние вот так вот поймал на гильотину и успешно качественно и и реализовал боец из грозного и тем самым уходит он не продолжать свою победную шествию же два поединка да и вот здесь вот хороший очень плотный захват на повторе большое спасибо нашим режиссерам которые дали возможность посмотреть или прямо даже от эмоции как раз же амарта он сам не ожидал что придется сдаться что придется вот так вот капитулировать ну и наш турнир приблизился к своему экватору 12 бой сегодняшнего вечера кстати вот в клетке поздравляет руковали им мансур хату и по поводу еще малыш тоже спасибо которого мы хорошо знаем все дорогие друзья на первой минуте восемнадцатой секунде первого раунда третьего раунда удушающим приемом победу одержал турпал али ну и нас ждет причастение мухаммада ну и нас ждет и